Как улучшить город и сделать его наиболее комфортным для проживания? С этой целью на предприятие Химкинский водоканал пригласили членов общественного совета «Химкинтересно жить» Владимира Суслова, Татьяну Недосвети, Марину Эйслер, Александра Пронина и Дмитрия Седова. Сегодня 415 работников Химводоканала обеспечивают город чистой водой. Предприятие присоединилось к другим системообразующим организациям, которые хотят внести свой вклад в преображение города. Все предприятия крупные промышленные нашего городского округа вовлечены. В этот процесс уже были проведены соответствующие собрания трудовых коллективов Лавочкина, Энергомаш, Шереметьево. И наше предприятие не стало исключением. Работники Химводоканала внесли несколько инициатив по преображению облика города и улучшению его экологии. Например, Екатерина Алютина, директор по персоналу предприятия, предложила отремонтировать дорогу близ Химводоканала. К нам приходит большое количество абонентов ежедневно. К нам и приезжают абоненты. Конечно, для меня, как для работников Энергонала идеально было бы, если бы у нас была дорога для того, чтобы приезжали абоненты и наши работники. И рядом был бы тротуар. А вот начальник лаборатории предприятия Валерия Каминская посетовала на недостаточное озеленение отдельных районов города. В свою очередь представители общественного совета проекта «Химки. Интересно жить» рассказали о проектах и инициативах, которые в процессе воплощения в жизнь. Это и создание речного трамвайчика, который соединит правый и левый берега Химок, и проект «Виртуальный музей по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны». Один из его кураторов, Мария Эйслер, регулярно посещает ветеранов и ведет летопись их подвига. Вот вчера была личная встреча, я проводилась с ветераном. Женщина Тамара Андреевна, ей 94 года. Был фонд Кончаловского. Мы вместе с фондом Кончаловского вчера проводили. Другой человек, проживающий в нашем городе, проживающий в других городах и в других странах, может зайти и ознакомиться о наших ветеранах, о наших ратунчанах, кто как бы отстоял победу и внес лепту в нашу победу, в наш мир. Все предложения и пожелания работников Химводоканала члены Общественного совета «Химки интересно жить» внесли в протокол. Мне очень понравилась инициатива, было очень приятно об озеленении города. Член коллектива предложила на местах, где появляются коммерческие какие-то учреждения, восстанавливать то озеленение, которое было на этом участке. Это было очень приятно. Мы обязательно внесем это в список предложений и инициатив по нашему городу. В ближайшее время все инициативы разместят на портале, где будет создан специальный раздел для голосования. Собрано около тысячи инициатив, которые будут сформулированы. Некоторые из них повторяются, некоторые требуют уточнения. Поэтому будет сайт и люди, которые зарегистрированы на голосуслугу, будут голосовать за свои инициативы. И те инициативы, которые были высказаны, естественно, они будут все приняты и я думаю, что воплощены в жизнь. Инициаторами движения по сбору инициатив выступили химчане из первичных отделений партии «Единая Россия» и активисты проекта «Химке интересно жить». Будет сформирован общий перечень инициатив горожан. Неравнодушные жители Химок смогут голосовать, определяя очередность их воплощения.